Ну и пока моя монстера немного обсохнет, я хочу сделать грунт. И хочу его сделать из двух частей. Первая часть это грунт для орхидеи, я ее составляю сама. Здесь кора, кокос, немного мха, древесный уголь и все. Возьмем одну часть и вторую часть я возьму примерно в таком же объеме. Это стандартный грунт, который я использую для выращивания всех своих растений, кроме орхидеи, конечно. Здесь торф, рыхлая огородная земля и перегной в равных частях, плюс добавлен перлит. Хочу вот такой вот сделать грунт, он будет достаточно легким. Я знаю, что монстере для жизнедеятельности необходимо много питательных веществ, но грунт при этом должен быть очень легким, очень проницаемым. Вот такая вот смесь гремучая получилась. Я обычно стараюсь не использовать многокомпонентные смеси для посадки растений, но в данном случае я считаю, что это оправдано. Для посадки я выбрала вот такой горшок. У него одна часть прозрачная. Это горшки для постановки растений на фитиль. Внутренняя часть меньше, чем внешняя, и вставляется фитилек. Но постоянно в этом горшке воды не будет. Небольшую просушку я все-таки время от времени буду монстере обеспечивать. Но опять же, вода, которая вытечет в поддон, в нижний горшок, она ее сможет забрать. Отверстия огромные. Я увеличивала те отверстия, которые были в горшке. Сделала очень большие для того, чтобы корешки могли дышать. Так, ну что. Как бы ни было страшно, а пересадить нашу монстеру надо. Ну и давайте для начала вытряхнем ее из предыдущего горшка. Вытрясла я свою монстеру из грунта. Здесь у нас желтые гранулы. Это, скорее всего, удобрение. Здесь пеностекло. Здесь очень много крупного и среднего керамзита. Здесь вот такая вот обожженная глина. Самого грунта, как такового, здесь очень мало. И когда я вытаскивала корешки, которые пристали к керамзиту, они, знаете как, они попортились, они потемнели. И из этого я делаю вывод, что им керамзит в самом непосредственном грунте не нравится. Вот. Вот это растение, я так поняла, что вот это растение, это остатки от маточника. С него было взято два черенка. Один еще остался на продажу. А один предыдущая хозяйка оставила себе. Ну, каждый волен поступать так, как считает нужным. Я буду выращивать монстеру для себя. Поэтому мне ее необходимо привести максимально в жизнеспособное состояние. Так, вот здесь пленочки я снимаю. Вот здесь потемнение ствола. Но, в принципе, это не критично. Большую надежду я возлагаю не только на корневую систему, да. Но вот здесь вот есть воздушный корешок. Неизвестно, проснется ли он. Вот здесь зачатки еще одного воздушного корня. Он, кстати, усох кончик. И вот здесь молодой растущий воздушный корешок. Поэтому мне необходимо заглубить всю корневую систему. И направить воздушные корни так, чтобы они начали уходить в субстрат. Так, ну, в общем-то, и сама корневая система у монстеры. Не могу сказать, что прям шикарная, но более или менее в порядке. Так, вот это убираем. Давайте будем высаживать. Так. На дно я постараюсь выложить кусочки коры, угля. Все из того же субстрата. Так. Вот так. Можно добавить немного больше мха. А самое главное, чтобы субстрат получился легкий, воздухо- и влагопроницаемый. Вот. Уложила кусочки коры. Здесь коры еще достаточно много. Приступим. Насыпаю сверху субстрат. На кору. Естественно, на кору, да. И примеряем. Мне нужно корневую, естественно, убрать под субстрат. И разместить растение таким образом, чтобы оно начало пускать воздушные корни внутрь. Да. Может быть, даже немного присыплю. Буду постоянно наблюдать за ростом корневой системы, поскольку прозрачный горшок мне это позволит сделать. Присыпаю. Присыпаю корневую систему, имеющуюся. Ой. Так. На камеру, конечно, это очень неудобно. Но, тем не менее. Взялся за гуш. Не говори, что не идешь. Правда же? А, хотела посмотреть, что там на стволике с почками. Но вот с этой стороны почек больше нет. Это единственная почка, которая проснулась. Вот на ней три молодых листочка. Так. Ладно. Продолжаем. Так. Подсыпаем. Подсыпаем. И воздушный корешок, маленький, молоденький вот этот, я его притоплю. Чуть-чуть утрамбуем грунт. Ну, как утрамбуем. Постучу по горшку, он осядет. Вот. И уже монстера прекрасно держится в грунте. Заливать ее, конечно, нельзя. И мне нужно об этом помнить. Так. Так. Воздушный корешок я также слегка присыпала. Вот. Вот здесь тоже добавим немного грунта. Так. Вот смотрите. Сейчас у меня есть серьезные надежды, что вот этот воздушный корешок, он станет интенсивно развиваться. И образует с предыдущим корнем, да, который у нее уже имеется. Достаточно хорошую базу для развития растения. Вот. Да, действительно, росток не по центру. Не важно. Абсолютно не важно. На это я внимания не обращаю. Мне сейчас необходимо привести растение в максимально жизнеспособное состояние. Вот так. Так. Опора нам в любом случае нужна будет. Потому что растение с не очень шикарной корневой системой. И оно очень плохо держится еще в грунте. Вот когда оно схватится, опору можно будет убрать. Поэтому, ну, здесь у нас, здесь у нас, по большому счету, вот с этой стороны корней нет. Поэтому я могу... Так. Где? Отверстий много. Вот. Попала. Попала в отверстие. Провела опору прямо до дна. Так она будет максимально эффективно растение удерживать. Все. С посадкой закончили. Ну, грунт практически сухой. Мне необходимо его чуть-чуть хотя бы сбрызнуть водой. И для того, чтобы запустить биологические процессы, я обычно использую препараты. Это может быть фитоспорин, это может быть байкал. Но в данном случае у меня реаниматор. Я вот на такую грушу добавлю буквально пару капель. Наливаю прямо через отверстие. Так. Надо хорошенько взболтать перед использованием, потому что взвесь микроорганизмов осела на дно. Добавляю буквально пару капель. Перемешиваю и чуть-чуть увлажняю грунт. Можно пройтись по всей поверхности, но нежелательно растение заливать. Все. Можно протереть горшочек и убрать растение под подсветку, для того, чтобы еще и солнечный свет и свет от ламп помог нашему страдальцу прижиться. И если вы нам поставите лайк и напишите в комментариях пожелание удачи, я вам буду очень благодарна. Вот эти сухие кончики, в принципе, можно брать. Они растению только мешают. Вот. Чуть-чуть подрезала. Запоминаем дату. Сегодня у нас пятница, 7 октября 2022 года. Я надеюсь, что вы будете рады вместе со мной наблюдать за развитием моей красотки. Итак, одна из мечт сбылась. Пожелаем ей удачи. А я буду рада вас видеть на канале Уазис Миссис Мит. Всего вам доброго и пока. Субтитры создавал DimaTorzok